Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Завершились очередные матчи 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Футбольный клуб Гомель встречался на выезде с Брестским Динамо. Матч закончился поражением гомельчан со счетом 3-0. Главный тренер зелено-белых Алексей Меркулов отметил слабые места. Это вратари и игра в обороне. Защитники делают ошибки, которые влияют на результат матча. Мозорская славя встречалась на домашней арене с СФК Слуцк. Матч завершился со счетом 1-1. Ничья есть ничья, но я считаю, что мы были ближе к победе сегодня, рассказал главный тренер команды Михаил Мартинович. По результатам этого тура Гомель занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. У зелено-белых в активе всего 7 очков. Мозорская славя расположилась на седьмой позиции с 17-ю баллами. Лидеры чемпионата Брестская Динамо, Борисовский Батэ и Солигорский Шахтер занимают первое, второе и третье места соответственно. Сыграны поединки 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Ричерский спутник потерпел поражение от Новополоцкого Нафтана со счетом 2-1. Светлогорский химик проиграл в гостевом матче с Брестским Рухом 8-1. Гомельский локомотив пропускал завершившийся тур, по итогам которого опустился на одну строчку в турнирной таблице. Сейчас железнодорожники делят пятое место с Брестским Рухом и имеют в активе 19 очков. Спутник разместился на две позиции выше и занимает третье место с 21 баллом. Химик занимает десятую строчку с 10 очками. Лидирует в чемпионате Смолевичи и Бобруйская Белшина. Они находятся на первом и втором месте соответственно. В Речице прошел турнир по регби «Золотой песок». В соревнованиях участвовали четыре команды. Гомельская дружина «Кватро» и Речицкая «Урожай», столичная «Хоругва» и команда из Брянска «Пересвет». В матче за третье место встречались гости из Брянска и хозяева турнира из Речицы. Россияне победили со счетом 13-0 и увезли домой бронзовые медали. В финале встречались минчане и гомельчане. Рыгбисты из клуба «Кватро» одержали викторию в дополнительное время 7-6. И к новостям европейских игр. В состав белорусской команды на этот турнир вошел 221 атлет, из которых 35 гомельчан. Задачу на соревнования президент Беларуси озвучил ранее. Завоевать медали не меньше, чем на европейских играх в Баку. Напомню, в столице Азербайджана белорусы завоевали 43 награды, из которых 10 золотых. В программе Европеады пройдут соревнования по 15 видам спорта. В 8 из них состязания станут квалификационными к Олимпийским играм в Токио. А соревнования по боксу и дюдо пройдут в статусе чемпионатов Европы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.